Перед Пасхой православный мир вспоминает последние дни земной жизни спасителя. Это время называется Страстной Седмицей. В Великую и Святую неделю верующие стараются оставить все суетное и мирское, и как бы вместе с Христом пройти его страдальческий путь. Моя коллега Екатерина Худякова пообщалась с митрополитом Курским Рыльским Германом и узнала, что помимо посещения богослужений, очень важно творить добро. А дети накормить бездомных, протянуть руку помощи одиноким старикам и больным детям, примириться с соседями, коллегами и родными, простить старые обиды. Очиститься от дурных мыслей, выставить заслон на пути зла, лени, осуждения, не скатиться на дно, а суметь подняться хотя бы на несколько ступенек вверх. Приблизиться к чему-то доброму, светлому, отказаться от вредных привычек, научиться слышать и любить ближних, преобразить душу. В последнюю неделю перед Пасхой верующие должны мобилизоваться еще больше, сосредоточиться на молитве и на своем внутреннем мире. Хочется там поругаться, не Богу, да хочется кому-то там, нет, вот, вот. А вот скажу доброе слово, вот поклонюсь первого, попрощу прощания, вот примирюсь, сами увидите, как будет радостно и прекрасно, спокойно на душе. Какая победа над собой, что может быть выше, выше, выше эта победа. Победа над собой, победить внутри себя, зло, грех, раздражение. Сделать добро. Во все времена христиане по-особому переживали Великий пост и Страстную Седмицу. Александр Пушкин посвятил этим святым дням три стихотворения. Одно из них – отцы пустынники и жены непорочные. За основу поэт взял знаменитую Великопостную молитву Ефрема Сирина. Вот несколько строчек, мне кажется, что получилось очень красиво. Но дай мне зреть мои, о Божие прегрешения, Да брат мой от меня не примет осуждение, И дух смирения, терпения, любви, И целомудрие мне в сердце оживи. Гениального Пушкина и святого Ефрема Сирина объединяет то, что молодость у обоих была бурная и веселая, а потом наступило время покаяния. Усиренно оно вылилось всего в несколько строчек, которые впоследствии легли в обязательную молитву Великого Поста. В ней перечислены главные грехи, которые мешают человеку стать лучше, а также добродетели. С их помощью можно вылезти из болота самолюбия, гордости, тщеславия и лени. Очень часто бывают такие искушения, именно в такие дни, чтобы срываемся, раздражаемся. Ну, такие вот искушения бывают. Поэтому я желаю всем вам провести вот эти вот святые дни в таком вот добром, хорошем, христианском настроении, вспоминая вот о той великой крестной жертве Господа, Спасителя Иисуса Христа, о Его искупительных страданиях. И готовясь войти в радость праздника праздников и торжествовать торжеств святой Пасхи, светлого Христова воскресения. Екатерина Худякова, Геннадий Воробьев, телеканал СЕИМ.